Хотел Косика раскрутить, так сказать, на репортаж, но как-то он сегодня не в настроении. Говорю, Косику расскажи, говорю, ребятам, как все это дело начиналось у нас. Косик говорит, я, говорит, не готов. Коля интересный. Да? Коля заикает, а Коля нельзя. Ну, могу, то, что, например, приходит на ум, это была, конечно, с самого начала, это авантюра. То есть вы должны быть готовы, что... Просто, помнишь, был потопик, мы затопили квартиру, потом нам прорабчик еще, так сказать, что мы эти долги отдали. Следующая квартира. И нам ничего не оставалось, ребята, когда мы спросили, умеете ли вы делать Венецию, мы сказали, легко. Вот это было наше первое знакомство, но я помню. Фирма была Фракталис, Италия. И было так называемые венецианские мотивы. То есть это было, я так понимаю, краска, да, гелевая, наверное. Костень, помнишь, многоцветно мы делали? Вот такое было у нас знакомство с Венецией. Первое, это мое было, это когда я, как я уже рассказывал, делал сатена. Ну, похоже на сатен, на сатен-гипс. Материал там, по-моему, когда-то было... А может быть даже и циразитовская была, 27-я. То есть был балкон, вот это даже и циразит был, подкрашенная водичка. Второй вот этот момент у нас был, это Фракталис, венецианские мотивы. И тоже опять-таки авантюра. То есть не думайте, что вот это, когда-нибудь будете готовы, чтобы делать Венецию. Или это, так сказать, заставило больше такая жизненная ситуация. Да, вот Костя меня подсказывает, надо было деньги там, отдавать надо было долги. Поэтому пустились во все тяжкие. И следующий момент. Ну, чтобы вы были готовы, да, что... Не все будет, да, получается, с первого раза будет, конечно. И слезы, и сопли, как у нас, и руки в кровь. И заказчик, который, так сказать, будет знать лучше, как делать Венецию, чем вы. Поэтому, как говорил Олег, или говорит там, главное сердце не стареть, ребята. В одной песне поеду, да. И тот, кто не трусит, и весел не бросит, тот землю свою найдет. Поэтому, нет, не опускайте руки там, не расстраивайтесь, если что-то не получается. У нас тоже не получается. Мое преимущество, опыт наш, это в чем он заключается? Что мы, может, совершаем одни и те же ошибки, только знаем, как их исправлять. Вот это, наверное, единственное, что нас отвечает. Ну, или то, что дает нам преимущество, может быть, так, перед теми, которые только начинают заниматься Венецией. Мы просто не паникуем, мы знаем, как с этих ситуаций выходить. Ну, или применяя, да, наш опыт, наши навыки, чтобы решить этот вопрос. Поэтому, ребята, делайте с нами, делайте, как мы, делайте лучше. С вами был Олег Антонов и его компания Дали Буде. Пока. Продолжение следует...